Факт остается в том, что он к ним пришел, или они его позвали, неважно. Что там произошло, мы тоже не знаем. На сегодняшний момент тот человек, который под ником Сол Гудман или под именем Сергей Тарасов, это уже не он. Там какой момент, вот у Юры Тюмовского, у нас там, у него ВКонтакте, в группе, сейчас возникла дискуссия большая по поводу Сол Гудмана. Но она не только у Юры Тюмовского, она вообще в интернете педалирует сейчас, эта тема, что случилось там и так далее. Я вам скажу так, я просто покажу, как это работает, вы поймете, я сам лично с Сол Гудманом не знаком. Но я смотрел его ролики и следил за его творчеством. Помимо роликов и творчества, я как бы общался с людьми, которые тоже смотрели его ролики и следили за его творчеством. Мы обменивались как бы мнениями. И там двухвекторное наблюдение, оно как бы двухвекторное идет. Во-первых, в самой личности, поведение, как он разговаривает, как он себя видит, жестикуляция, какой эмоциональный уровень. Там очень много параметров, но как бы кто в теме, тот поймет. И второй вектор, как бы, это информация, которую он выдает. И как бы там есть такой момент, что можно эти два вектора как бы совместить. Подачу информации и способ подачи информации. Если они соответствуют, то как бы да, человек, он говорит правду, но как бы честный, откровенный, все остальное не важно. Вот по этим параметрам непосредственно Сергея Тарасова, отведите в чем нельзя. Он верил в то, что он делал, он верил в то, что он говорил. То есть я, это все просчитано, ну если хотите математически, хотя мне математика не нравится, мне больше нравится слово интуиция. Та же самая математика, только она не выраженная в числах. Потом появляется проект СССР. Такие ребята, как Тараскин. Богданов, по-моему. Богданов, да, Тараскин. Рыжов. Рыжов, Богданов, Тараскин. Ведь тут такая ситуация, что тоже меня поймет. Сергей, он как рыба, попавшийся на крючок. Он не мог не попасть к ним. Вот он был такой человек, харизма и его как бы потенциал. И он к ним попасть не мог. Только там было два варианта. Или они его сами позовут. Или от него инициатива будет исходить. То, что он бы к ним по-любому попал, это бабки не ходить. Я, мое мнение такое, что он сам захотел разобраться и сам искал контакт. Мое мнение. Но я думаю, в реальности происходило так, что его давно уже прочитали. Может год назад, еще только когда он группу открыл. Просчитали его потенциал, просчитали его психотип. Может там слиперы поработали, неважно. Факт остается в том, что он к ним пришел. Или они его позвали, неважно. Что там произошло, мы тоже не знаем. На сегодняшний момент тот человек, который под ником Сол Гудман или под именем Сергей Тарасов, это уже не он. Техник там много. Раньше они там баловались двойниками, сейчас у них как бы времени нет. Есть такая технология, она есть в интернете, кому интересно, посмотрят. Она давно, уже 10 лет описана. Все, кто в теме, знают. Есть такие люди, слиперы. То есть, что делается? Берется человек, погружается в глубокий гипноз. Вот этот слипер человек, а он входит в транс. И там такая система. Можно вытащить из сознания человека информацию, можно ее стереть. А высший пилотаж, это когда слипер вообще может войти в сознание этого человека. То есть, грубо говоря, тело Сергея Тарасова, а внутри него слипер. То есть, ему стерли память, а я уже где-то говорил, что человек, это информация, это память. Если память стереть, человека нет, будет просто биомашина. А в нем внутри слипер. Да, есть такие люди. Опять же говорю, это как бы, может, для вас новость, а это все известно 10-15 лет назад. Это не новость уже сейчас. И вот я смотрю на Сергея Тарасова сейчас, на то, что он делает, ну, то есть, на человека под этим именем или ником. Все. Я вижу, что там все закончилось, что было хорошее. Там как бы началась работа от тех людей, которые используют его тело. И вот так вот это во всем работает. И причем работает без вариантов. Система, она ищет людей с потенциалом. Она их или убивает, опускает, или слипера запускает. То есть, там, как бы, руки тихать влево, хоть вправо. Результат всегда будет один и тот же. Но! Хорошая новость для нас заключается в чем? Если бы вот этим делам не было бы противодействия, нам бы давно уже даже настала хана. Без вариантов. То есть, я почему делаю вывод? Если нам не настала хана, значит, есть некие силы, которые противодействуют. Можно назвать. Мест, службам. Кто на каком уровне их там как-то звает. Мне нравится слово глобальный предиктор. Хотя сейчас можно это слово убрать. Они уже давно уши показали. Они, как бы, время у них нет. Раньше они и евреями прикрывались. Как бы, это их периферия была. Все процессы ускорились. Евреи сами себя, как бы, высветили. И им пришлось самим теперь выходить наружу. В принципе, это реальные люди. Да, медийные, да, сейчас уже. Они этого и не скрывают. По разным параметрам их можно вычислить. Вот они реально управляют, как бы, тем местом, в котором мы живем. На нашем уровне. А все разговоры там про сущности и так далее. Это столобуда. Как бы, игра так устроена, что мы здесь в материальном мире. Хотим мы этого или нет. Можно спорить, там, брыкаться, отбрыкиваться. Это не капит. Пока мы в материальном мире, мы играем по правилам, которые здесь установлены. Да, когда мы там с копыт слетим, там другие правила игры, грубо говоря. Переход и так далее. Там уже другие правила, там уже каждый по другим правилам будем играть. А здесь, а здесь вот такие правила. Вот на сегодняшний момент тот человек, который под ником Сол Гудман или под именем Сергей Тарасов, это уже не он. Это уже не он.